И сразу после оглашения результатов голосования Виктор Толоконский собрал первую пресс-конференцию в должности избранного губернатора Красноярского края. На встречу побывал и наш корреспондент Валерия Масиенко. Ей слово. Сегодня состоялась пресс-конференция с пока еще временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Виктором Толоконским. Он ответил на все интересующие вопросы и признался, что сегодняшний день выдался особенно тяжелым. Ему даже пришлось взять отгул. Завтра в 9 утра начнется первый рабочий день. Предстоит ряд важных встреч. И, как сам отметил Виктор Александрович, время принимать долгосрочные решения. Одновременно работа над бюджетом 2015 года. С тем, чтобы тоже через две недели примерно иметь уже отработанный для первого чтения проект бюджета края. Ну, понятно, есть ряд таких оперативных задач, которые никуда не отложить. В общем, такая обычная, насыщенная, интенсивная работа. Виктор Александрович отметил, что никаких глобальных кадровых перестановок ждать не стоит. Скорее всего, это будет формирование команды профессионалов, которые хорошо знают край и его проблемы. А вот соперникам на губернаторское кресло в его команде точно не место. В Рио губернатора считает, что им лучше остаться на своих постах. Кого-то уже успел поблагодарить, кого-то там сделают в ближайшее время за участие, честную борьбу на выборах. Вот, поэтому взаимодействовать, безусловно, будем. И у каждого из участников процесса есть свой опыт, есть своя линия, есть своя поддержка. Буду это, безусловно, использовать, но таких форм взаимодействия очень много. К слову о конкурентах. Первым с победой Виктора Толоконского поздравил Денис Побелат, представитель партии ЛДПР. А вот точная дата инаугурации еще неизвестна. Валерия Масиенко, Алексей Мариасов, Красноярское время.